здравствуйте дорогие зрители вновь с вами мыльная вена с последними новостями и сплетними мыльного мира начнем мы с приятного родился сын луисана лапилата и майква бубли мальчика назвали ноа то есть ной имечко как всегда у аргентинских звезд креативная но вы помните как назвала своего ребенка на теоррера мерлин атауальта и хотя луисана и майкл по этому поводу уже пошутили сказали что никогда не назвали бы ребенка фрэнком потому что все будут ассоциировать его с фрэнком синатрой ну а сейчас с кем будут ассоциировать с ноем симом и хамом видимо и с всемирным потопом вообще креативизм звезд телевидения латинского он зашкаливает вот еще одна парочка обожает странные имена вирна флорес и исмаэль лароса пригласили 50 человек на первый день рождения своей дочке и шану но если учесть что их первого ребенка звать варик то и шана и шана лароса и варик лароса сразу как бы вспоминаются отечественные потуги на оригинальность особенно в 30 и 40-е годы и имена типа да здра перма да здравствует первое мая отто юшнал отто юлит шмидт на льдине такие простенькие как тракторина и варлен ну вообще есть еще куда стремиться день рождения у уильям а леви ему исполнилось 33 года ну отпраздновали как водится на площадке всей компанией новеллы латем писта ну надо сказать что праздник не очень веселый ну во первых с леви не продлили контракт во вторых новелла закончится уже в ноябре так как рейтинги довольно низкие в третьих вокруг его имени как всегда бушуют скандалы и последний был с предполагаемым романом с силиконовой дивой нинельконды но сейчас опять всплыло имя химины наварите якобы вели после празднования со съемочным коллективом отпраздновал в интимной обстановке только с ней так сказать один без ансамбля ну по нам так пусть празднуют с кем хочет если так ему это нравится ради бога вообще никто особо не возражает но вот в этой ситуации очень жаль его гражданскую жену элизабет гутерес которая опять должна гневно опровергать всякие разные инсинуации за последние два года элизабет должна была уже язык до костей стесать в попытках оправдать друга сердечного то он вляпается в историю с малолеткой то ему приписывают роман с коллегой по работе майте перроне то у него якобы роман с коллегой по работе жаклин бракамонтес теперь значит у химины наварите нарисовалась в общем бедная элизабет в общем сочувствуем очень сильно в общем поэтому наверное девушки не до работы потому что нужно постоянно служить пресс-секретарем собственного мужа кейт дель кастильо показала публике нового жениха его зовут рауль мендес они вместе снимаются в фильме ужасов дисситантес он на два года младший кейт ему 38 кейт 40 собственно говоря и что ее предыдущий муж арон диас был младше года на четыре а еще более предыдущие умберто зурита и демьян бичир были старше намного ну вот кейт дам они постоянно если начать перечислять все ее романы то мы надолго на этом застрянем вот я тут как-то заинтересовалась списком ее мужчины в общем со счету сбилась с другой стороны каждый развлекается как может а потом кейт она после успеха королевы юга как-то так зазвездилась в общем не по-детски и ощущает себя по меньшей мере мерил стрик и поэтому каждое ее появление на публике она в общем обставлена с помпой она посетила премьеру какого-то там спектакля с новым женихом боже ж ты мои события вселенская андрес гарси опять разлёг публику но вот он нехотя 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 не планировал его тут просто спросили а его коллеги по спектаклю запах гордения рассели о рамбуле и как-то там речь зашла и и детишках ну вот сначала он уклонялся от прямого ответа а потом сказал что лучше бы конечно ему помолчать и дети конечно симпатичные моего нитос но хорошо бы им как бы вот как бы так поприлично это сказать нехило бы их повоспитывать там школу что ли отдать там еще очень такое сделать хорошее но кстати это не первый человек который говорит что дети у рассели не совсем воспитывали был скандал в прессе бывшим работником о рамбула который говорил о них как о маленьких исчадиях ада и мамашка перепал на одну короче говоря это синки не родятся апельсинки сами понимаете какие мама с папой они у нас отличаются воспитанием почти что гарвардским вот такие дети ну и последняя новость у нас на сегодня карли монроик она после родов пытается сбросить вес ее дочке аманде всего год кстати более менее приличное имя вот и карла весь этот год провела в борьбе не шуточно не на жизнь а на смерть собственным весом ну она говорит что хочет быть для дочери примером и вообще хочет чтобы аманда мамой гордилась особенно потому что дети очень жестокие и если могут друг друга чем-нибудь уесть то непременно этим воспользуется правду говорит и мы знаем что не только дети у нас жестокие но и существа женского пола даже самые близкие подруги никогда не упустят возможности сказать тебе комплимент как бы который потом плавно переходит в гадость ну вот на сегодня все ждем вас в наших следующих программах подписывайтесь на наш канал до свидания